Привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! Видео, которое я буду сегодня снимать, не снимал только ленивый, потому что уже очень-очень много блогеров на ютубе сняли видео под хэштегом Так вот, на самом деле я заметила, что эти видео, как обычно, очень интригующие, под ними, как правило, много хейта, потому что, я так понимаю, многие зрители, те, кто смотрят эти ролики, принимают чьи-то стильные нет на свой счет. Но, вы знаете, мне лично самой очень интересно смотреть подобного рода видео, и я посмотрела огромное количество различных ютуберов, которые снимали видео на эту уже достаточно нашумевшую тему, поэтому, если вам интересно посмотреть, какие же у меня стильные нет, и что я ненавижу из-за девочки, что я никогда не надену, то, конечно, оставайтесь со мной. Если у меня по ходу этого видео будет меняться освещение, а оно меняться будет, потому что у меня за окном то солнце, то оно заходит за облачко, то уж извините, как есть, так есть, но давайте приступим, наконец-то, к топику. Вы знаете, когда я смотрела, просматривала тонны видео на эту тему, то я обратила внимание на то, что многие как бы оправдываются. Только ради бога не принимайте на свой счет, это только мое личное мнение, я никого не хочу этим обидеть. Вы знаете, я не буду такого говорить, хотя я немножечко уже сказала, но я буду говорить о том, что я не люблю, что мне не подходит, обосную, по крайней мере, постараюсь обосновать почему, но вы знаете, это абсолютно не значит, что завтра я своего мнения не поменяю, потому что то, что я ношу сейчас, тот стиль, который мне нравится сейчас, может быть, даже год назад я не могла бы себе представить, что такое вообще я когда-нибудь на себя надену, что когда-нибудь я сделаю такую прическу, что когда-нибудь я буду так краситься. Все меняется, мода меняется, фигура меняется, мы худеем, толстеем и так далее, соответственно, и наше предпочтение тоже меняется. Но, о чем я буду говорить? О данном моменте, а сейчас, сегодня, об этой самой минуте. И начну с первого пункта, это лак, или точнее маникюр с дизайном. Сейчас попробую объяснить, с каким дизайном. Если это блестки, если это там какая-то полоска нарисованная, там или две полоски, то мне еще как-то нормально. Я просто терпеть не могу на своих ногтях, я еще раз повторюсь, на себе. Даже представить себе не могу, у меня этого никогда не было, и на данный момент не могу представить, что когда-то, если бы что-то такое сделал, это дизайн с какими-нибудь вишенками, с какими-нибудь там чебурашками, цветочками, снежинками, ногси там в стиле Хэллоуина, с тыковками, с привидениями. В общем, различного рода дизайны, которые мне кажутся, конечно, очень крутыми, потому что мастер рисует, как правило, от руки. То есть, это своего рода искусство, но на своих ногтях, я не знаю, я себе этого не представляю. Вообще, мой идеальный маникюр, это покрытие одним цветом. Мне нравится, да, когда есть какой-то яркий акцент, может быть, на четвертом пальчике, когда это блесточки какие-то, я очень люблю блестки, но чтобы это было тоже в меру, когда все пальцы, покрытые блестками, мне также не нравятся, ну, может быть, на какой-то Новый год, на такое торжественное мероприятие, да. Но вот дизайн, все вот эти вот рисуночки, это не мое. Платье-размахайка или платье-мешок, это такое платье, вы знаете, безразмерное, без приталенности, и просто вот оно висит, вот как такое, вы сейчас видите на экране, и вот как такое, я на себе просто такие платья не представляю, особенно сейчас, когда я поправилась, и у меня появились достаточно такие женственные, округлые формы, формы, и вообще фигура у меня приобрела классическую песочные часы, классические песочные часы, я на себе такое не представляю, потому что мне кажется, что в такой вот платье-мешок я буду смотреться просто как какая-то огромная тетя, которая вообще не знаю, сколько там весит, с выпирающими сиськами, с выпирающими животом, и с большой попой некрасивой, мне такое совершенно не подходит. На худеньких, стройненьких девочках, я вообще не против людей, которые носят и любят платье-мешок, но на себе, если честно, я этого не представляю, и в гардеробе оно у меня вряд ли когда-нибудь появится. Кольца на все пальцы, как сейчас вы видите на экране, эта мода пришла к нам достаточно недавно, и до сих пор она все еще актуальна, я, знаете, вообще не люблю наличие колец на моих пальцах, вот я ношу одно вот это вот колечко, и все, и мне хватит. До этого колечка я, если честно, не носила вообще никаких колец, потому что мне на своих пальцах, на своих руках, мне это кажется полной безвкусицей, мне это кажется какой-то, знаете, как ворона, насобачила на себя все, что дома было, все кольца, которые я насобирала там в шкатулке у мамы или у бабушки, напялила, когда я была маленькая, я так любила делать, там, брала бабушкины перси, и вот так вот на каждый палец одевала и ходила, мне казалось, что я похожа на королеву. Да, сейчас, несмотря на то, что, конечно, дизайн у этих колечек очень красивый, и вы его надеваете, надеваете, я не знаю, носите и на фалангах, и можно там их наслаивать, всякое разное, мне на других людях это нравится, тем, кому подходит, и очень многим людям, я знаю, подходит, но на себе я этого представить не могу, потому что мне кажется, во-первых, это очень неудобно, и во-вторых, как-то да, совсем это не мое. Рукава, клеш, этим летом магазины просто пестрили различными кофтами, блузами, майками, ну нет, майками, наверное, нет, платьями, в общем, с длинными рукавами, клеш. Я даже мерить такое не стала, потому что я представила, как это будет смотреться, у меня, мне кажется, были когда-то такие кофточки, когда я училась в школе, по-моему, они еще были куплены в каком-то секонд-хенде, и с тех пор у меня ассоциации не очень приятные вот с этой вот модой, и я абсолютно на себе вот такие вот кофты с рукавом клеш, с такими, знаете, рукава, как у царевны, из которой там вынимает все, чего у нее там накопилось, вот это вообще, вот вообще никак не мое. Еще одно мое стиль на нет, это телесные колготки. Я представляю, что кому-то это может показаться, этот факт, очень странным, но я просто терпеть не могу телесные колготки, особенно, когда они идут с таким, знаете, блеском, такие атласные. Я обожаю черные колготки, серые колготки, но вот телесные, я представляю, что какому-то аутфиту, какому-то наряду черные колготки, ну вообще, как не пришей кобыли хвост, грубо говоря, да, что к какому-то светлому костюму, там, юбка и с пиджаком или к платью какому-то нужны только телесные колготки. Но я не знаю, мне это кажется какие-то 90-е, какой-то базарщиной, и я уже очень и очень давно не носила телесные колготки. Я предпочитаю, если я не могу ничего подобрать, а за окном уже достаточно холодно, там осень, зима, весна ранее, то все-таки надевать и выбирать такие наряды, к которым подойдут черные колготки, либо серые колготки, вот. А если уж на то пошло, я лучше пойду без колготок, но только не надену на себя телесные колготки. Следующая моя стиля нет, это туфля-копыто. Это такая туфля массивная, вот как вот такая вот, и вот такая вот, которая, вы знаете, и на платформе, и на каблуке. Я за своим ростом вообще, если вы смотрели мое прошлое видео про мои 10 фактов про мое тело, вы наверняка знаете, что с моим ростом я долгое время не носила каблуки, и вообще на каблуке я особо ходить не умею. Конечно, туфель-копыто удобнее, чем шпилька. Гораздо удобнее, потому что тебе не надо настолько сильно выгибать свою ногу, а с моим низким подъемом, так это вообще спасение. Но мне просто не нравится, как это смотрится. Я вот буквально сегодня шла по городу, встретила, ну как встретила, просто передо мной шла девушка, очень такая миниатюрненькая, у нее такие худенькие ножки, так хорошо стильно одета, красивые уложенные волосы, и у нее были просто огроменные вот эти вот туфли-копыта. И мне кажется, они даже были, может быть, на размер так на 2 ей побольше, потому что такое было ощущение, что она просто надела мамины туфли. Знаете, как девочки играются, когда надевают мамины туфли? Вот, такое же было ощущение. И вообще, мне кажется, эти туфли-копыта придают какой-то дешевости, придают какой-то, несмотря на то, что, мне кажется, очень много людей и знаменитых носят такие туфли, да, и на телевидении, и на сцене, и везде, я на себе их не представляю, не представляла и вряд ли когда-то буду представлять. Увесистые бусы. Увесистые бусы, которые, знаете, там выложены такими прямо кристаллами, они могут быть сделаны абсолютно из разных материалов, там из пластика, из винтаря, из каких-то искусственных камней, драгоценных камней, то есть из всего чего, я на себе этого не представляю. Мне нравятся украшения очень миниатюрные, в плане украшения на шее, то есть буквально с маленькими какими-то камушками, с маленькие какие-то такие тоненькие цепочечки, как правило, не очень длинные, и чем тоньше цепочечка, чем мне больше нравится. Увесистые бусы мне в принципе нравятся на ком-то, особенно, знаете, можно их надеть там на рубашку сверху, и потом вот эти вот воротнички так подогнуть, я не знаю, как правильно это сказать, и многим девушкам, женщинам это очень подходит. На себе я этого не представляю, потому что, опять-таки, мне кажется, что я становлюсь похожей на какую-то, такую, знаете, женщину без вкуса, без малейшего чувства вкуса. Я, конечно, представляю, что то, как я одеваюсь и то, как я выгляжу, возможно, вам покажется полнейшей безвкусицей тоже. И это абсолютно ваше право, потому что мы все разные, нравятся нам разные вещи, подходят нам разные вещи, или даже если нам что-то не подходит, но нам это нравится, мы все равно это носим. Поэтому я предполагаю, что под этим видео тоже будет достаточно много каких-то комментариев, может быть и негативных, но я вам высказываю то, что я думаю. Ну и да, вот эти вот бусы массивные, они мне совершенно, ну вообще, никак мне с ними не по пути. Стильный нет, который я видела практически у всех блогеров. Это брюки на заниженной талии. Брюки, в моем случае, это не только брюки, джинсы, это все, все на заниженной талии. Джинсы, юбки, шорты, все, что может быть на заниженной талии, это вообще не мое. Сейчас моя фигура составляет такие классические песочные часы, у меня достаточно широкие бедра, у меня достаточно немаленькая грудь, но у меня все-таки достаточно тонкая талия, и вы знаете, я всегда ненавидела эту моду. У меня были джинсы на очень низкой талии, но я никогда себе в зеркале не нравилась, даже тогда, когда это было супермодно. И, о мой бог, когда же к нам пришла эта мода на высокую талию, на эти все мам джинсы, я просто, вы знаете, я пошла в эти очень, наверное, в Зару, во все магазины, я не могла нарадоваться, потому что я наконец-то, я наконец-то могла подобрать себе джинсы, потому что на мою фигуру на самом деле очень и очень сложно подобрать джинсы. Особенно сейчас, потому что бедра у меня действительно круглые, и очень много джинсов на мне смотрится как-то убого. Вот, и я обожаю высокую талию, и у меня практически все джинсы, кроме там каких-то, и не только джинсов, все мои, так сказать, все, что я надеваю на нижнюю часть своего тела, то есть джинсы, брюки, юбки, шорты, у меня практически 90, наверное, 5% на высокой талии. Я это обожаю, а низкую талию терпеть не могу, потому что вот эти бока, у меня появляются бока, у меня появляется какой-то низкий зад, какой-то выпячивающийся вперед живот, то есть это настолько смотрится некрасиво, настолько бесвкусно, настолько дешево, дешево не в плане по цене, а вот в плане такая вот бесвкусица полнейшая, в общем. Поэтому я надеюсь, что мода на высокую талию продержится очень долго, потому что я этого очень сильно хочу. Плюшевые костюмчики. Вроде бы это смотрится очень даже, так, знаете, миленько, когда у тебя надет такой классненький, плюшевенький костюмчик, розовенький, фиолетовенький, леопардовенький, но я на себе такого представить не могу, потому что мне кажется, что это вообще вот я и плюшевый костюмчик, это две разные вещи. Сейчас я очень много у нас здесь на улицах Риги вижу девчонок, и в аэропорту много раз встречала, которые одевают плюшевые костюмчики, и, конечно, я представляю, да, что они дико удобные, они мягенькие, они такие ути-пути, но, с другой стороны, мне кажется, что это выглядит нам небо, это выглядело точно очень стрёмно, вот, поэтому плюшевые костюмчики это но-го, мини, мини-юбки, мини-шорты, а-ля трусы, в которых виднеется вся ваша пятая точка. Я понимаю, что многим молодым людям, наверное, это нравится, и я так понимаю, что многие девушки надевают такие наряды на себя тоже, чтобы приглянуться, показать свою прекрасную фигуру, и, естественно, я не против, особенно, знаете, когда девушка там красивая, подтянутая, у нее такая попа-орех, почему нет? Но у меня попа не орех, далеко не орех, вот, и если я надену такие шорты, то я думаю, что никакой я тоже не приманю, а точнее, наоборот, отманю от себя всех людей, кто это увидит, поэтому, да, я вышла уже из того возраста, и чтобы носить мини-юбки и мини-шорты. Я носила когда-то, да, но даже когда я была мелкая, там, или подростком, когда я была супер-худенькая, все равно, вы знаете, я не могу сказать, что я прям вот от души так поносила мини-юбки, потому что я даже вот тогда как-то мне все-таки было в них неудобно, как-то некомфортно, как-то не нагнуться, не пригнуться, потому что уже будешь светить, чем светить, собственно говоря, не нужно и не хочется, вот, поэтому, да, мини-юбки, конечно, кому-то отлично, мне кофточки, юбочки, лазишка, костюмчики в мелкий цветочек. Вы знаете, у меня есть такая вещь, сейчас я вам ее покажу. Кофточка из H&M, вы видите, она в такой меленький-меленький цветочек, и если честно, буквально недавно я ее надевала на работу, но я вообще не понимаю, какой черт меня дернул ее купить, и я уверена, что многим из вас она покажется очень миленькой и симпатичной, и поэтому я думаю, что я все-таки ее и купила, потому что, вы знаете, на вешалке она мне очень даже приглянулась, но когда я ее надела на себя, вначале как-то я подумала, ну, может быть, я попробую, но потом все-таки под конец дня я уже поняла, что это, блин, вообще не мое, зачем я это на себя напялила, и мне хотелось просто поскорее уже это снять с себя, но нужно было работать, поэтому я еле-еле отработала, не любя себя в тот момент, пришла домой, сняла и поняла, что это я носить больше не буду, вы знаете, я вообще уже неоднократно в своих видео говорила, те, кто меня смотрят, знают, что я наверняка уже повторяюсь для вас, что я не люблю принт, у меня есть парочку вещей, там, с леопардовым принтом и с крупными такими цветами, но в принципе, если брать большими такими кусками, у меня вещи все в основном однотонные, потому что мне не подходит принт, ни цветочный, ни в полоску, ни в клетку, ни вот во что такое, к моему цветотипу, к моему типажу, вот не подходит. Мне это абсолютно нормально на других людях, кто-то может носить вот такую вот кофточку и выглядеть супер секси, супер офигенно, красиво, классно, со вкусом, но я, может быть, тоже кто-то скажет, что выгляжу очень даже хорошо в этой кофточке, но понимаете, мне самой некомфортно, и вообще, когда мне не нравится то, как я выгляжу, у меня может быть испорчен целый день. Иногда, вы знаете, я выхожу из дома, я смотрю в зеркало, в зеркало, смотрюсь на тебя в зеркало и понимаю, что как-то я что-то как-то... Ну, все равно, если нет времени уже переодеться, я пойду, а потом буду весь день беситься, потому что я не буду нравиться сама себе, как я выгляжу. Напишите, кстати, в комментариях, как у вас вообще. И, кстати, напишите, вот что вы думаете. Я бы очень хотела с вами пообщаться на тему моих стильных нет, что вам нравится, что вам не нравится, что вы считаете по поводу того, что я думаю. Пишите в комментариях, не стесняйтесь, пообщаемся, комментарии для того есть, чтобы в них общаться. Вот, ну, я думаю, что на этом мы закончим. Я больше не могла придумать ни одного такого прям явного стильного нет. Вот, ну, может быть, еще что-нибудь придумаю эдакого. Заходите на мои социальные странички, я есть в ВКонтакте, в Инстаграм и на Фейсбуке. А в Инстаграм я выкладываю фотографии практически каждый день. Также, если вы хотите знать, что со мной происходит в реальном времени, то смотрите мои Инстаграм-сторис, потому что там все как есть на данный момент. Вот, и на этом, наверное, закончим. Очень буду ждать все ваши комментарии. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Как обычно, я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!